Взаимная торговля Казахстана и России превысила 2,5 трлн рублей, заявили российские экономисты. А Москва уделяет приоритетное внимание отношениям с Казахстаном, уверены аналитики. Подтверждением тому служат договоренности между главами правительств двух стран. Улжас Бектенов посетил Российскую Федерацию и еще раз подкрепил экономические договоренности, достигнутые ранее. Все подробности далее. Россия потеряла статус главного торгового партнера Казахстана, заявили экономисты. Судили об этом по росту товарооборота с Китаем в 2023 году, который достиг 31,5 миллиарда долларов. Это на 30% больше, чем годом ранее, и как результат Российская Федерация заняла второе место. Уступив Поднебесные, но крепкие экономические и дружеские отношения, статистикой не испортить. Всего две недели назад Тукаев и Путин как раз и обсуждали экономические взаимоотношения, когда наш президент приезжал в Казань с рабочим визитом. Уже 17 марта грядут президентские выборы в России, и сомнений в конечном результате нет, сказал Тукаев. Потому что Россия под вашим авторитетным руководством достигает заметных, впечатляющих успехов. По сути дела, вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня. Российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. 3,5% – это впечатляющий результат. 3,6%. 3,6% – хорошо. По паритету покупательной способности российская экономика стала первой в Европе. Это положительно сказывается на нашем сотрудничестве, отметил тогда президент. Оба правительства успешно работают и уже есть конкретные результаты, резюмировал Тукаев. Спустя две недели его слова нашли новое подтверждение главы кабинетов, встретились уже в Москве. 67 проектов на 14 миллиардов долларов – и это не предел. Такие цели наметили в разных отраслях экономики. Отношения между нашими странами развиваются плодотворно по всему спектру широкому, что в экономической, в гуманитарной, в культурной сферах. Поэтому я уверен, что правительство наших стран приложит все усилия для того, чтобы реализовать все эти договоренности, которые достигнуты лидерами наших стран. Были достигнуты очень серьезные договоренности, сказал Бегтенов, и в настоящее время субъекты бизнеса двух государств реализуют 135 проектов на сумму 26,5 миллиарда долларов. Благодаря совместным усилиям будет создано более 11 тысяч рабочих мест. Подписан ряд важных документов, над которыми двум правительствам предстоит работать с целью их реализации. В целом торгово-экономическое сотрудничество развивается по восходящей. Есть целый ряд крупных промышленных энергетических проектов, которые в ближайшее время будут реализованы и уже реализованы. И помимо больших соглашений, сегодня стало известно, что казахстанские птицефабрики в феврале текущего года поставили в Россию дополнительно свыше 600 тысяч куриных яиц. И на этой неделе ожидается отгрузка еще 400 тысяч штук продукции. Ежемесячные поставки в течение года планируется организовать на уровне 1 миллиона куриных яиц. Ну и, похоже, в Москве накануне высадился целый десант. Вот и спикер Мажелисов встретился с председателем Госдумы. Ерлан Кушанов и Вячеслав Володин обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, и тут тоже звучали высокие цифры. Более 80% взаиморасчетов между Казахстаном и Российской Федерацией проходит в рублях и в тенге. Динамику отношений задают президенты, подчеркнул Володин. Ну а Европа нам не пример, сказал спикер Госдумы. Там стагнация и снижение темпов экономического роста. Куда лучше дела обстоят у нас. Россия, как отметили выше, на 3,6% нарастила экономику, а вот Казахстан на 5,1%. Как говорится, все познается в сравнении. Досаев на заседании Кабмина рассказал о новой системе оповещения при землетрясении за 475 миллионов. Оно будет работать через мобильные устройства. Напомним, во время землетрясения в Алматы сирены даже не работали. Есть распространенный миф, мол, у нас будет время, чтобы выбежать и среагировать. Но в среднем разрушительное землетрясение происходит всего за 30 секунд. Сегодня в лучшем случае мы узнаем о приближении землетрясения за 20 секунд, услышав сирены на улице или увидев предупреждение по ТВ. Но, скорее всего, это сработает уже после того, как мы ощутим первые толчки. Во время землетрясения в Алматы сирены даже не работали, хотя в обычные дни их часто включали для тренировок. Системы оповещения о землетрясении также не было. Кстати, была странная ситуация, когда некоторые владельцы телефонов с Android получили сообщение от Google за несколько секунд до сейсма ударов о возможном землетрясении. Теперь власти Алматы хотят потратить только на оповещение больше миллиона долларов. В рамках поручения главы государства по внедрению системы экстренного массового оповещения населения через мобильные устройства Акиматам города Алматы в пилотном режиме планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения, на которую уже выделено 475 миллионов тенге. Аким отметил, что в отличие от традиционных СМС, технология не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку сразу для всех абонентов. В ходе заседания глава МЧС отметил, что землетрясение, как и любое чрезвычайное происшествие, невозможно предугадать заранее. Боржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. В Западно-Казанской области продолжаются взрывные работы, направленные на разрушение льда и предотвращение заторов на реках. Как сообщает пресс-служба ДЧС, эти мероприятия охватывают 10 участков на общей площади более 10 тысяч квадратных метров. Подробнее в сюжете. Со 2 марта начались взрывные работы на реках с целью предотвращения возможных ледовых заторов. На данный момент эти мероприятия охватили 10 участков общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, включая город Уральск, Бурлинский, Косталовский, Тоскалинский, Сырымский, Чингерлавский районы и район Байтирек. По данным специалистов отрасли, средняя толщина льда варьируется от 30 сантиметров до 1 метра. Основная работа проводится именно по орыхлению льда. То есть рычатые вещества, они в воду не укладываются. Основные работы проводятся на изгибах, то есть разруклённый лёд. Завтра в случае во время ледохода на изгибах не будет препятствовать свободному прохождению больших людей. В целом на сегодняшний день ситуация у нас стабильная, на всех реках ледостав, но тем не менее, учитывая, что за день может выпасть месячная норма осадков, паутка угрозы всё ещё сохраняется. Взрывные работы проводятся при согласовании с населением, проживающим вблизи рек и озёр. План данного мероприятия разрабатывается заранее. Также учитывается расположение близлежащих зданий, сооружений, электростолбов и тому подобное. Взрывные работы эффективны тем, что на изгибах рек проводится процесс рыхления и дробления льда. Взрывающиеся вещества не наносят ущерб в водной среде. Колотый лёд способствует снижению ледяных заторов. Отметим, последний раз подобные ледокольные работы проводились 10 лет назад. Взрывные работы продолжаются до первой декады марта. Кроме того, в регионе проводятся мероприятия по подготовке к паводку. В населённых пунктах было вывезено более 700 кубометров снега. В областном центре осуществляется очистка арыков и проводится разъяснительная работа среди населения. В октябинской глубинке сельчане просят избавить их от печного отопления и провести в их дома газопровод. Больше 10 лет жители Биршогыра ждут, когда перестанут запасаться твёрдым топливом. Оно нынче дорогое, а зимы здесь долгие и суровые. Лайла Уэсова продолжит тему. Жители села Биршогыр больше 10 лет ждут газификации. А топительный сезон в ауле начинается куда раньше, чем у других. А зимы, говорят, такие суровые, что топить печь приходится вплоть до мая. Пенсионерка Кульпан Рахова мечтает забыть, что такое дрова и уголь. Тем не менее, каждое утро у неё начинается с растопки печи. Говорит, надо постоянно следить за огнём. «Очень сложно зимой. Газа нет, холода у нас тянутся до мая. Всё это время топим печь, огонь потухнет, приходится вновь разжигать. А это кропотливая работа. Да и уголь плохой, тепло не держит. Последний раз 90 тысяч отдали за три тонны». Но чтобы не замёрзнуть зимой, три тонны – это совсем ничего, говорят местные жители. Нужно в разы больше. А уголь нынче дорогой. Цены подняли так, что пенсионерам, к примеру, совсем не по карману. Да и качество оставляет желать лучшего. При этом в соседних аулах уже давно провели природный газ. А вот до Бершугора голубое топливо никак не дойдёт. «Уголь, конечно, не как прежний. Он содержал, как другой саз. Уголь, там потухнет всё, комната, холодность там, да, уголь. Ну, жар не держит, короче. Вот этот уголь. И при том, при этом тепло не держит, как раньше. Ещё при том, он дорогой. Да. Ну, тонны 28 тысяч, говорит. Шесть, даже до десяти. Шести. Этот уголь мы расходим на зиму». Вопрос газификации села не решается больше десяти лет. Теперь чиновники уверяют, подготовили все документы. Осталось только дождаться денег. «В данный момент находится проект на экспертизе. До конца месяца текущего года, до конца месяца этого месяца, проект будет, если положительное заключение получим, мы на мартовскую сессию будем запрашивать деньги уже на СМР, на строительную монтажную работу. Предварительно сейчас проектная стоимость где-то полтора миллиарда». Проект будет финансироваться из республиканского бюджета. Если заявку утвердят и деньги выделят, чиновники обещают, что к концу года жители, наконец, смогут отапливать дома голубым топливом. К примеру, помимо Бершуэра в Шалкарском районе газификации ожидают ещё два аула. Лайла Уйсова, Жумат Кудайбергенов, Телеканал ТДК-42, Октюбинская область. Октюбинские прокуроры привлекли злостного неплательщика алиментов к уголовной ответственности. Как сообщили в надзорном органе, должником не исполнялись обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Так, октябинец задолжал своим детям 5 миллионов тенге. Прокуратурой города по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В январе этого года материалы дела передали специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних. Приговором суда должник Сергеенко признан виновным в совершении уголовного правонарушения при досмотре статьи 139 Уголовного кодекса с назначением ему наказания в виде ограничения свободы сроком на один год, с установлением правоационного контроля и привлечением к принудительному труду в общественных местах сроком на 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Уральские сотрудники ЦОНа теперь оказывают госуслуги в общественных местах. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги, как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие. Подробнее расскажет Дана Керимбаева. 29 коннекшн-поинтов открылись в 20 регионах Казахстана, где граждане могут самостоятельно получить государственные услуги. К примеру, в Уральске такой коннекшн-поинт открылся в торговом центре Домбыта. Коннекшн-поинт – это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги, как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие. На сегодняшний день, как вы знаете, активно развивается принятие государственных услуг именно в электронном, получение государственных услуг именно в электронном формате. Поэтому решением представителя правления было принято решение о открытии дополнительных коннекшн-поинтов на территории торговых домов. На сегодняшний день у нас в области открыто три точки. Сектор самообслуживания – это в торговом доме Домбыта, торговый дом Московский, а также в центре приема граждан. Удобство коннекшн-поинтов, именно расположение в этих местах, удобно тем, что граждане могут получить государственные услуги на портале «ЕГОФ», «ЕГОФ Мобайл» и «УТНИШ», не ожидая очереди. Как вы знаете, в ЦОНах у нас есть небольшая очередь. Здесь люди могут получить государственные услуги в течение пяти минут. И хочется выразить особую благодарность владельцам этих торговых зданий, потому что мы здесь располагаемся на безвозмездной основе. Торговые центры, рынки, вокзалы, то есть места, массовые скопления имеют высокую проходимость, и гражданам будет удобно обратиться к сотрудникам ЦОНа для оказания государственных услуг. Жители города также отмечают, что теперь не придется ожидать длинные очереди, а просто зайти в ближайший торговый дом. В торговом доме «Дом быта» открылся вот такой уголок, маленький ЦОН, где можно с легкостью получить любую справку, потому что обычно в ЦОНе большие очереди, и здесь будет легче получить. К слову, на сегодняшний день через секторы самообслуживания в торговых центрах и на рынках страны было оказано более двух тысяч услуг. Одной из востребованных услуг в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращение на добавление сведений о детях для участия в программе «Нацфонд детям». В Уральске новобранцев-пограничников торжественно проводили на службу. Порядка 20 человек добровольно отправились на выполнение воинского долга перед Родиной, чтобы познать жизнь в армейском коллективе и цену мужской дружбы на дальних рубежах Казахстана. Проводить ребят, защитников своей страны пришли родители, родственники и друзья. 21 человек, именно столько молодых западно-казахстанских парней отправляются в Алматинскую область на пограничную службу. Здесь собрались все – родители, бабушки, друзья и любимые девушки-солдат. Асламбеку всего 18 лет. Он считает, что отдать долг Родине – обязанность каждого. Молодой человек решительно настроен продолжить военную карьеру после окончания службы. Я отправляюсь на пограничную службу в пограничные войска в Алмату. Иду. Мне 18 лет. Иду по своему желанию. Так как мы молодежь, и будущее Казахстана, будущее нашей Родины только за нами. Только лучшее ожидание. Будет интересно. Много чему научусь. В принципе, так я не боюсь. Также поддержать новобранцев пришли ветераны таджик-афганской войны. Они вручили призывникам памятные подарки. Первый заместитель начальника департамента по делам обороны Запад-Казахстанской области Аслабек Дусимбиев рассказывает, что в Запад-Казахстанской области это первые весенние проводы в 2024 году. Департаментом совместно с внутренней политикой Акематной области и общественным объединением ветеранов таджик-афганской границы проявили мероприятие по торжественной отправке. На данный момент команду бывает в Алматинской области по кран-заставу Алла-Куль в количестве 21 призывника. Ребятам пожелали доброго пути, хорошего служить, служить Родине честно. Ряды вооруженных сил, других войск и воинских формирований Запад-Казахстанской области весной 2024 года пополнят около 600 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Дана Керимбаева, Айбула Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Уральске прошло мероприятие «Почет ветерана». На собрании честовали государственных служащих и ветеранов труда, внесших вклад в развитие города и региона. Организаторами встречи выступил областной филиал партии «Аманат». Подробнее в сюжете. Такие встречи в Уральске проходят в рамках партийного проекта на регулярной основе. Данное мероприятие как раз можно назвать одним из таких. На встрече оказывали почет ветеранам, трудившихся в различных сферах. Это педагоги, врачи и многие другие. Для них был накрыт праздничный дастархан и организована концертная программа с участием местных артистов. Самое важное для людей старшего поколения – это внимание. С данной целью мы организовали эту встречу. Ветераны труда смогли прекрасно провести время, побеседовать и вспомнить прошлое. Они, в свою очередь, поблагодарили нас за столь прекрасное времяпровождение. А для нас благодарность старших – самое главное. К слову, подобные мероприятия в рамках необлагодарности проводятся на постоянной основе и в районах области. Дана Керимбаева, Айбула Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова